Всем здарова народ, с вами Варчик. Хочется с вами поговорить про боевой пропуск. Неожиданно меня заинтересовало это событие в игре, которое будет в следующем патче. Я думал, что это будет какая-то помойка неинтересная, но мне кажется, что это будет довольно-таки неплохо. Во-первых, это все очень сильно похоже на сезоны, как в пубге. В пубге сейчас проходит шестой сезон, и я его потихоньку прохожу. Это довольно-таки длинное событие, в котором нужно выполнять задания, и за выполнение заданий, в зависимости от сложности, ты получаешь очки. Очки повышают уровень, за каждый уровень своя награда. Все очень просто. При этом, на каждом уровне есть две награды. Бесплатная и платная. Если вы покупаете определенный сезон, то за весь сезон вы получаете две награды. Бесплатную и платную. Если вы ничего не покупаете, вы получаете только бесплатную награду на каждом уровне. В картошке все то же самое, но есть свои особенности. Итак, во-первых, на тесте есть 20 уровней. Точно так же, на каждом уровне есть платные и бесплатные награды. Но написано, что это только на время теста. 20 уровней. Когда это событие начнется, все может быть по-другому. И уровней может быть больше или меньше. Посмотрим. Не важно. Так же неизвестно, сколько это еще будет стоить. Если вы не хотите платить, то вы так же будете просто, играя в картошку, получать очки на танк. А эти очки будут повышать уровень. И будете бесплатные награды получать, если не захотите покупать батл пасс. На каждом уровне будет награда. А возможно, и как в пупге, на некоторых уровнях не будет бесплатной награды, будет ничего. Но мне кажется, картошка, какой-нибудь мусор, может на каждый уровень насыпать, лишь бы что-нибудь. А может и что-то интересное будет. Но я думаю, что пропусков, как в пупге, не будет. Поскольку в картошке есть очень мелкие всякие такие награды, которые ничего не стоят. И их можно напихать куда угодно. Итак, допустим, у нас есть 20 уровней, как на тесте. Когда мы их проходим, мы выбираем якобы главный приз. Два 3D стиля. И один из них мы можем выбрать. Так же нам будет доступен член экипажа, который идет вместе с 3D стилем. Но только один на выбор. Если мы покупаем батл пасс, то и второй 3D стиль нам тоже достанется. Но вот члена экипажа мы не получим. Не знаю, что пожадничали, видимо. И после этого откроется еще дополнительная линия уровней, которую мы сможем тоже проходить и получать там награды. Но там уже, видимо, какие-то немного другие будут награды. В чем же весь прикол? Вроде бы ничего интересного. Все как обычно. Просто играешь, набиваешь очки. Очки повышают уровень. За каждый уровень получаешь награду. Но здесь есть самая главная особенность. Это то, что на каждом танке можно набить ограниченное количество очков. А это означает, что если у вас мало танков, вы не сможете сильно много получить наград, потому что вы не сможете набить много уровней. Так сказать, это событие для старичков игры, чтобы вы повыкатывали все свои танки, которые стоят в ангаре, и на каждом из них поиграли. И это будет довольно-таки интересно и неплохо. На 10 уровне стоит ограничение в 30 очков на тесте. Какое ограничение будет на основе, не знаю. Я так понимаю, можно будет набивать очки с 6 уровня по 10, кажется. И чем ниже уровень, тем ограничение на танке будет меньше. То есть вы на 10 уровне сможете больше всего очков на каждом танке набивать, а на 6, допустим, меньше. И если вы на танке набьете максимальное количество очков, которое на нем можно набить, то вы еще бонусом сверху получите какое-то количество очков. На самом деле, там я посмотрел, чтобы набить все 20 уровней, нужно очень много очей, и придется играть на большом количестве танков. И я теперь наконец-то понимаю, зачем мне целый ангар кучи танков. Я хотя бы понимаю, зачем они мне нужны. И я буду их хоть для чего-то применять. А так стоит куча танков, листаешь их, а нафиг они нужны, непонятно. А так хотя бы у меня будет какая-то цель, которой никогда не было в картошке. Набить эти очки, чтобы они прокачивали уровень, чтобы я получал интересные награды. Также еще там какой-то значок будет, который будет показывать в ушах команды, какой у тебя там уровень, если ты хочешь, можешь его поставить. Так сказать, показать людям, что ты там имеешь большой ангар и набил много очков. Даже если вы не хотите платить, покупать этот батл паст, то вы тоже будете все равно набивать эти очки, получать награды. И вы тоже получите один из трех 3D стилей на десятку, которая вам нравится больше, объект 277 или супер конь. Мне кажется, это очень хорошее мероприятие, которое не заставляет вас делать какие-то конченные задания, не заставляет вас играть на определенном уровне. Хоть и на 10 уровне больше можно очков набить, но на других левелах тоже очки можно набивать. И если у вас там много танков, вы можете тоже на них много играть. И по идее это событие будет очень длинным. Не как обычно там 10 дней, туда-сюда и конец. Успел, получил, не успел, иди нахер. Также еще будет новая награда, которой еще не было. Трофейное оборудование. Там будет досылатель и сведение. В принципе, это то же самое, что и забоны, досылатели сведения, которые чуть лучше, чем обычные досылатели сведения. Они дают точно такие же проценты, как и забоны, но их можно будет снимать не забоны, а как обычные досылатели и сведения. Но при этом они изначально будут в обычном состоянии, а потом можно будет их наладить за какое-то количество серебра, и они станут такие же, как и боновые по характеристикам. Интересно, на сколько уровней можно будет прокачивать за серебро это оборудование. Потому что на один уровень прокачать один расчет как-то не очень интересно. Но хотя бы так. Было бы прикольно, если бы в каждый режим картошка добавила свое оборудование на каждый танк, которое можно было бы прокачивать, играя в эти разные режимы. Допустим, для линии фронта, для ранговых боев, для глобальной карты и для рандома. И в каждом в этом режиме можно было бы их прокачивать. Точно так же, как они сделали розовые полосочки, которые означают настроено это оборудование, трофейное или не настроено. Если одна полосочка, то оно еще не налажено. Если две полосочки, то трофейное оборудование уже налажено, и оно становится по характеристикам как боновое. Ну, может быть, они когда-нибудь до этого дойдут. В принципе, на мой взгляд, это очень интересная затея. Во многих играх все это уже давным-давно используется. И является основной доходной частью игры. Все вот эти вот сезоны или батл пасс, как в картошке. Это самое основное событие, в котором компания, которая разрабатывает игру, получает доход с нее. Они добавляют туда кастомизации, плюшки, награды всякие. Все, что только можно в игре получить. Все в этих сезонных батл пассах. И картошка, наконец-то, до этого дошла. И получилось, на мой взгляд, даже неплохо. Я теперь смогу поиграть на своем большом количестве танков. И, по крайней мере, понимаю теперь, что они мне для чего-то хотя бы нужны. Они просто стоят и пылятся. Плюс, еще нету никакого напряга в стиле, там, вот именно на этом уровне, делай именно это задание. С вами был Арчик, играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон»